В эфире ты собственник программы о том, как сделать жизнь комфортной, а сфера ЖКХ понятной и доступной. С вами Ирина Канева. Здравствуйте. Ледниковый период. Сначала к застройщику. Если он отказывается удовлетворить их, то, соответственно, обращаться в суд. Почему остыли отношения собственников и застройщика? К нам обратились жильцы нового дома на лесобазе. В их квартире промерзают углы. Они уже заставили застройщику утеплить стены и выиграли суд. Но выплачивать деньги за недочеты компания не спешит. У нее свои претензии к собственникам. Мы попытались разобраться в конфликте и даже своего эксперта свозили углы просветить. Подробности в сюжете. Радость от новой квартиры длилась недолго. В первую же зиму семья Руденко поняла – с погодой в доме что-то неладно. Дует по ногам ветер, особенно в зимний период времени. А также ледяной пол, на котором вообще невозможно стоять. Ну и, соответственно, плесень и так далее. То есть ребенок дышит, мы дышим. Мерзем, болеем. Промерзающие углы в 30-м доме на улице Западно-Сибирская охладили отношения с застройщиком сразу нескольких семей. По коллективной жалобе завод ЖБИ-3 утеплил стену и обшил сайдингом. А подъезд подкрасили теплосберегающей краской. Однако результат не устроил собственников. Тепловизор показывает – угол холодный. И хотя в комнате нормативные 19 градусов, плесень разрастается. У нас в городе проблемы с промерзанием стен, с неработающей вентиляцией практически у всех строительных компаний. Только у одних эта проблема больше, у других меньше. Семья Руденко отсудила у застройщика 200 тысяч. Но юристы завода подали встречный иск. По телефону нам прокомментировали. Первая инстанция не учла наличие перепланировки. Поэтому будет новая экспертиза. Там полностью перепланировка квартиры проведена без всяких согласований. И изменены конфигурации. Назначение помещений изменены. Местоположение, кухни, комнаты. Вентиляция нарушена. То есть вот эти все моменты были сделаны. Сначала жаловаться на застройщиков люди идут в Роспотребнадзор. В 2016 году 29 обращений. В прошлом 15. Самые частые причины – промерзают стены, некачественно установлены окна, не работает вентиляция. Сначала к застройщику. Если он отказывается удовлетворить их, то, соответственно, обращаться в суд. Но при этом необходимо учитывать, что нужно будет доказать, что действительно недостатки имеются. И причина этих недостатков, то есть не эксплуатационные виновные действия, допустим, потребителей какие-то, а именно вина застройщика. То есть для этого нужна экспертиза. Виноватого в итоге назовет суд. А семья Руденко готовится сразу к двум процессам. Они намерены еще и узаконить перепланировку, чтобы погода в доме не зависела от застройщика. И дочеты при строительстве довольно дорого обходятся застройщику. В среднем суд назначает выплату от 5 до 10 процентов стоимости. Это около 200 тысяч рублей. Не удивлюсь, если сумма уже заложена в цене квадратного метра. Кстати, в прошлом году квартиры чуть-чуть дешевели. С 58 тысяч за квадрат в январе до 56 в декабре. Самые низкие октябрьские показатели. Но это смотря где покупать. Вторичка в центре редко стоит дешевле 80 тысяч за квадратный метр. В том же ценовом диапазоне европейский микрорайон. Далее по убывающей Зарика микрорайоны. Цена в большей степени зависит от местоположения. Также влияет инфраструктура и состояние всего дома. Не секрет, что содержание новых многоэтажек застройщики предлагают дружественным компаниям. И тут нельзя однозначно сказать, хорошо это или плохо. Раньше были примеры, когда такой тандем создавался, чтобы довести дом до окончания гарантийного срока. Сейчас ситуация поменялась. Сегодня застройщикам у нас подписано соглашение, в рамках которого человеку не надо искать офис застройщика, не надо искать по городу бегать, где свое заявление зарегистрировать, входящий поставить. Он приходит в управляющую компанию, управляющая компания в данных вопросах отрабатывает как единое окно. То есть человек пишет свое обращение и управляющая компания уже распределяет, это гарантийное обязательство или это в рамках текущего содержания должно устраняться. У нас есть единый колл-центр, где человек без заявления может это сделать, просто позвонив, обратиться и, соответственно, к этому колл-центру подключен и застройщик. В любом случае обязанность поддерживать общее имущество лежит на каждом собственнике. Именно за это мы и платим, так что будьте внимательны и берегите себя.